еврейская жена помните как мы говорили что роль женщины да что сделать с мужчиной окружить его да некоторые говорят что крутить но она должна окружить его заботой вряд ли жена спасет мужа но если она окружит его заботой и действительно муж будет видеть что это верующая жена и живет она по заветам торы и по новому завету да то будет интересоваться почему же так и возможно придет богу и здесь существенное расхождение между христианской и еврейской традиции потому что христианская традиция она считает что от женщины происходит всякое плохое опять-таки это происходит из-за того что помните все объявлялось святым духовное да а все плоское плохим и так как естественно писали это монахи которые пытались усиленно не имея на то божьего дара воздерживаться женщины и впадали при этом постоянного искушения вы сами понимаете то у них с этим была проблема и она эту проблему распространили и на других так же как вот по вопросу с танцами да что мы не встретим в канонической библии о танцах а до действительности слова божия говорит об этом но еврейское понимание да что все самое лучшее от женщины женщина это венец творения да самое последнее что сотворил бог самое лучшее это он сделал женщина причем когда да вот когда и эти да бог творил все живые существа да он только говорил какое-то слово и он как бы в этом сам физическом смысле не участвовал но когда бог сотворил адама он что сделал его я царь сжал да употребляется зои царь когда бог сотворил женщину там употребляется слово которое можно перевести как сконструировал то есть мужчинам он слепил знаете я леплю из пластилина пластилина прочнее чем глина я леплю из пластилина куклу клоуну собак если кукла выйдет плохо назову его дуреха если а дом выйдет плохо назову его дурак но женщину не просто лепил женщина сконструировал то есть занимался специально этим вопросом да значит знаете замечательный псалом посвященной женщины это 31 глава притч да человек которого всевышний уготовил хорошую жену никогда не будет ни в чем испытывать недостатка даже если он бедняк вы помните мы можем быть бедными но мы не что не должны страдать от бедности да мы можем болеть но мы не должны страдать от болезни то есть человек может жить бедности но не должен страдать от бедности ибо сказано уверенно в ней сердце ее супруга в добре убытка не будет еще сказано кто найдет идеальную жену куда драгоценнее жемчужин другое толкование уверенно в ней сердце ее супруга в добре убытка не будет то есть жена станет идеальной и все что она предпримет будет разумно и по правде и тогда будет уверенно в ней сердце ее супруга он полюбит ее а в добре убытка не будет потому что всевышний уготовит им богатство и славу а если не дай бог дело обстоит наоборот и они ненавидят друг друга то об этом говорится их сердца урость теперь виноваты помните прекрасная такая притча о том что два ангела идут в субботу и смотрят на то как живут еврейские семьи и если видят что все в порядке да добрый ангел говорит пусть будут все их субботы такие же как это и злому ангелу только остается что сказать аминь да но если видят что в доме раздор в доме супруги ссорятся дети не одетые имеется полный разлад бедность и так далее тогда злой ангел что говорит чтобы у них все субботы были такие и добрый ангел ничего не может сделать как кроме согласиться с этим идеальная жена венец своего супруга нет ничего более тягостного для супруга чем отсутствие детей никакие блага в мире не могут заменить детей супруги которые всевышний не дает детей ощущают что дни проходят а опоры поддержки у них нету поэтому все их мечты все стремления посвящены одному иметь потомство но это мы говорим о нормальных силах вы понимаете что сейчас все как раз поставлено не на то чтобы делать так как по писанию жила была одна женщина которая уже десять лет была замужем и все еще не родила пришли супруги крабе шимону барайхаю чтобы получить развод он сказал клянусь вам что точно так же как во время вашей свадьбы был пир также и при вашем разводе должен быть пир вернулись они домой сделали себе праздник устроили пир и напоила жена мужа своя допьяна он сказал милая смотри вот все что есть драгоценное в моем доме бери что хочешь и возвращайся в дом отца своего и что она сделала когда он заснул она приказала своим рабам поднять его вместе с кровати и отнести в доме отца полночь он слегка продрезвился проснулся и спросил милая моя куда это я попал ответила на ему ты в доме отца моего что мне тут делать а разве ты не сказал мне сам вечером что все что есть самое ценное да бери себе в дом отца а у меня нет ничего драгоценнее тебя снова пошли не грабишь иван бар яхаю он стал и помолился за них и в них родились дети сейчас знаете есть такая тоже притча да у одних супругов да было значит сколько там ну скажем они 11 детей да 11 детей было и вот они делели делели пополам не делятся да кому-то надо привезти пришли к равену он говорит ну хорошо вы поживите вместе еще годик родиться у вас ребенок и поделитесь вот приходит еще через год ну как все нормально разобрались да нет говорит родилась двойня хорошо видите как интересно говорить еврейская мудрость что самое главное это все исходит из любви и милосердия а где больше всего любви и милосердия у женщины и поэтому про хава сказано мать всего живого и считает что влияние матери на потомство гораздо сильнее и заметнее чем влияние отца но говорят что поэтому считает иудаизм и еврейство по матери но я вам скажу что это не совсем правильно правда но все зависит от женщины женщина может поставить семью и особенно в такой прекрасный гимн женщины это история о руд это наверное единственный зафиксированную в истории случае когда невеста невестка она так любила свою свекров что ушла с ней вместе и затем эта девушка которая была моавитянкой да вы помните моавитяне не имели права по законам торы быть среди израиля но она стала потом последствия да прабабушкой давида прабабушкой давида руд моавитянка родилась и воспитывалась среди народа отличительной чертой которой была неблагодарность и поэтому тора говорит не войдет в божью общину вовеки за то что не вышли они навстречу с хлебом водой происходе вашим из египта но руд это воплощение доброты и милосердия она умеет быть ценить добро и быть благодарной элемелех ее честь и махлон ее муж наоборот родились и выросли среди народа умеющие оценить добро и быть благодарными они были вождями колена и гуды но затем они ушли ушли в маав то есть они променяли вот это свое превородство так говорит еврейская традиция на что на пищу да на пищу конечном счете они лишились всего и они не могли дать потомство бас из бетлехима бас это помните сила переводится да бас в силе в силе да и руд моавитянка вот тот кто строили дом израиля и учредили царство давида который останется навеки поэтому руд назван на еврейских мидрошах матерью царей поминается выдающиеся женщины пророчицы женщины судьи помните мир ям сестра моисея да да и арона и выбора двора пророчица упоминается они разумно управляли народом и народ относился к словно к своим детям помните когда мир ям у нее умерла да то люди плакали весь народ плакал и говорят был колодец мир ям откуда люди получали каждый день воду а затем уже маша пришлось забывать воду из камня так как он отучился за 40 лет хождение в пустыне это делать то возникли определенные проблемы вы помните у моисея когда аман задумал истребить всех евреев в один день во всех ста двадцати семи странах подластны царю ахашвирошу тогда спасение народу принесла женщина да эстер и это прообраз того что спасение народу через такова через женщину да через жену как сказано за эти видите женщина и жена в новом завете вы читаете да и подразумевается в одном мысли как существо женского пола женщина да в том случае как жена в социальном положении вот не было в апокрифическом графических произведениях еще одна женщина и гудит или как ее называют июдиф да помните она отомстила врагу еврейского народа и принесла в руках голову галифорноса греческого военачальника и вселила боевой дух в сердца своих братьев по-моему галифорнос как-то по-другому аллаферна да в русской библии переведено да упоминается еще хана мать семерых братьев апокрифических произведениях которые своей смертью да послужили именно освящению делу всевышнего и мать тоже была убита последствии и мирья мать и шо была послушной богу и родила мессию исполнил пророчество о спасителе через семя жены вот есть два взгляда торы талмуда о женщинах есть положительный взгляд и отрицательный поэтому есть такая пословица моце о моца в одном месте экклезиаста говорят и нашел я что хуже женщины ничего не бывает да а другом сказал что кто находит хорошую жену да тот находит сокровище значит моце находит а моца нашел да и поэтому есть такая традиция после первой брачной ночи отец спрашивает своего сына моце о моцах то есть нашел да или нахожу ну что там хуже всего на свете или это действительно достойная женщина да видите первое первое заповедь о послушании женщине сказал бог авраамом все что не скажет тебе сара слушайся голоса ее ну вообще махомет говорит так что послушайся женщину и сделай все наоборот да но еврейская говорит традиция говорит женщина слушайся а делай все как по-своему да то есть мужчина обязан слушать жену свою но ответственность на ком лежит да на мужчине да на мужчине хорошо правильно то есть мы посовещались и я решил да знаете вот такое да это это чисто еврейский подход к этому вопросу и вообще казма прудков был такой мудрый ну не знаю еврея не еврея но он говорил такие вещи что я говорю что он еврей он говорил так не плыви по течению не плыви против течения а плыви туда куда тебе надо хорошо то есть во многих библейских рассказах мы видим что женщины пользуются равными правами почти со своими мужьями отцами и братьями например бог советует аврааму следовать советам своей жены да вот ривка она очень хорошо могла прочувствовать характери своих сыновей эсава и иакова и следовало бы наверное чтобы исаак больше прислушивался к ривке да говорили что тех словах где по какой-то причине идут на обман вместо того чтобы вместе всем собраться да и выяснить обстановку потом возникают большие проблемы видите это чудесная женщина ривка я думаю получила божье откровение о том кто действительно правда достоин кто действительно постоин того чтобы получить благословение отца это благословение через иакова перешло и к нам и ко всем кто присоединяется так что в данном случае исааку было бы лучше прислушаться и еще есть две такие побивальные бабки когда шифра и пуа это женщины удивительные женщины которые отказались от слушаться фараона некоторые говорят что они были еврейки некоторые говорят что это были женщины и египтянки которые обслушивали евреи потому что там про них говорится что они не евреи они евреянки есть там в голосовке небольшая разница либо это разница позднее голосовки добавлено они не были еврейками но они любили евреев и поэтому что отказались делать аборты кстати в именно клятве гиппократа там как конкретно содержится запрете делать аборты ни один из наших врачей советских не давал клятву гиппократа если вам кто-то скажет что он завал клятву гиппократа мы давали клятву советского врача который не содержит этих слов да так как советского союза нет это уже вообще никакая клятва людей не сдерживает правда хана из книги самуила шмейля безветная женщина молила бога о зачатии она становится талмудическим образцом того как нужно взывать богу и если вы заметите там есть слова ханы и если благодать всегда мирям слова матери и шо если вы посмотрите в одном месте они даже буквально совпадают совпадают благословение ханы и благословение мирям и хана получила ответ что не родится сын да будущий судья шмуэль но есть и негативные высказывания основном это уже равено более позднего времени после разрушения храма вы понимаете люди ожесточаются правда же вот они как говорят в чем обязанность женщины в том чтобы привезти детей учиться в синагогу позволить мужу учиться бейт-хамедраж и покорно ждать пока не вернуться домой это вавилонский талмуд броход 17 а ну в общем как говорил гитлер адольф и луизович да женщина должна знать три к кирхен кюхен киндер да то есть церковь кирхен кухни и детей киндер но я думаю что адольф и луизович не был божьим пророком а с точностью да наоборот правда мы видим и самопожертвование некоторых женщин например жена рабе акивы помните что рабе акива он женился да в 40 лет ему было он был простой крестьянин и его жена она заставила его учиться да и он шел вместе своим сыном хедер и бейт-хамедраж и что и учил начинал учить буквы да и таким образом последствии он стал великим мудрецом да рабе акива прожил до прожил 120 лет говорят что он учился 12 лет а потом вернулся домой и его жена послала еще учиться и он еще 12 лет учился правда не знаю как у них таким образом пятеро детей возникло но надо до каждой каникулы приезжал домой и вы эта женщина даже когда они живы бедности продала свои волосы для того чтобы оплатить на волосы до поры кстати у нас тоже иногда объявления висят что продают то есть вот такие такие примеры самопожертвования женщин рабе акива говорю кто богат тот кому приятны поступки его жены при этом он имел ввиду свою собственную жену но если другие вещи то есть например вайлонские талмудские души женщины по характеру беспечный вот главный жена висник жена ненавистник и всех еврейских грабинов это арабе елизер слышали о нем да я вам говорил там да вот рабе елизер говорил что тот кто учит свою дочь торит тут учит его распуть ее распутству одна дама попросила арабе елизера объяснить какой-то момент истанаха и он ответил для женщины есть только одна мудрость прячь шерсть а его сын геркан сказал отцу твой отказ объясните и одну фразу из торы будет стоить мне подарка три сотен кор десятины которые она платила каждый год рабе возразил пусть тора лучше загорит чем я слова будут доверены женщины какой был 9 да и вы знаете что есть такая да есть такая молитва да господи благослови благослови господи что не создал меня не евреем да что ты не создал меня женщиной и так далее и и вот что поэтому говорит раши помните раши комментаторах арабе егода говорил мужчина обязан каждый день произносить три благословения благословен ты создавший меня евреем а не язычником создавший меня мужчиной а не женщиной и создавший меня тонким а не грубым человеком один такое благословение произносил и помните что еще сказал один говорил благословен ты господь который меня сделал таким вот да тонким а не грубым человеком то есть грубый амхарец что я не такой как вот этот который стоит рядом да а другой говорил только господи спаси меня да да и кто оказался больше угодным господу да тот кто просил о милости его да вот раби ага бен яков однажды услышал как его сын произнес создавший меня тонким а не грубым человеком и сказал ему и это тоже то есть благословение отражает его большую самонадеятельность тогда сын сказал а что я должен соворить вместо этого и отец ответил спасибо что ты не создал меня рабом и с тех пор эти благословения так и закрепились да что ты не создал меня женщиной что ты не создал меня рабом да и что ты не создал меня не евреем а разве раб не то же самое что женщина просил его сын раб более презираем то есть видите то есть статус раба он более презираема женщина женщина должна не только быть рабыней мужа а как помощница помощница своему уже да мишня тора говорит о законах изучения торы наши мудрецы завещали не учить дочери торы ибо женщины большинстве своем не способны сконцентрироваться на учебе из своей интеллектуальной бедности и превращает слова торы в полнейшую чепуху там скажу что мужчины тоже часто превращают слова торы в полнейшую чепуху о чем писал пётр когда говорил что павел некоторые вещи говорит слишком сложно да ну потому что он такой образованный равен и некоторые люди не понимая его что превращают эти слова извращают эти слова да и превращают действительно что то недостойное я пересказываю своими словами нельзя достойно женщине часто выходить из дома на улицу муж не должен позволять же не делать это она не должна выходить чаще чем раз или два в месяц по необходимости ибо красота женщины должна сохраняться дома в углу разве не было сказано вся слава дочереть царской внутри это мишне тора рамбам рамбам мишне тора до законы брака женщина отказывающаяся сувать с половую связь со своим мужем называется мередит то есть бунтовщица и спрашивают о причине такого поведения если она говорит я накажу омерзительными не могу заниматься с ним любовью по собственной воле муж должен развести с ней она не узник и не должна связать с тем кого не может вынести да и майонид дальнейшем пишет что мужа который отказывается дать своей жене развод надо сечь плетьми покуда он не согласится мэрэдет мэрэдет это что бунт да бунтащик а женщина женского рода мэрэдет бунтовщица бунтовщица да однако однако если мы будем говорить о не о талмудическом мнении о женщине а о первоисточнике видите даже 5 из 10 заповедей чти отца своего и мать свою и так отец и мать они наравне да и их нужно посчитать одинаково это исход 20 глава 12 стих и 19 глава 3 стих бойтесь каждой матери своей и отца своего что значит бойтесь вы помните что если говорится о чем почитайте да вы выказывайте им глубочайшее уважение потому что слово уважать человека в тваре мы не найдем да но если говорится бойся если жена боится может да то она должна почитать и уважать его мишлей это притча 18 слушай сын мое наставление отца твоего и не отказывайся от учения матери твоей видите если говорится что мол женщина не должна учить торе да и не должна учить тору то в данном случае здесь употреблено в оригинале не отказывайся от учения от торы матери твоей то есть в оригинале написано слово учение здесь переведено это правильный тоже перевод потому что тором вы помните каком-то месте 118 117 псалом анализ в прошлом году делали помните значит не отказывайся от торы матери своей то есть мать может учить детей торе и должна носить да да за это делать и поэтому действительно женщина должна также хорошо знать тору как и мужчина но просто она не должна учить поучать допустим публично да потому что в данном случае это ставит как бы выше положение женщины чем мужчины это когда говорится апостол павел говорится а жене учить не позволяя да тут и правильно потребить слова поучать поучать жене не позволяя она не должна заниматься учением там каких-то вещах добыть равенном но она обязана учить своих детей да она обязана учить своей семье и если мы помним новый завет был такой тима да тимофей апостол павла павла еще прославился это тимоша да тимочка правильно чем же он прославился помните у него были хорошая мама и бабушка ничего не сказано его дедушки ничего не сказано его папе да но мама и бабушка учили его слову божьему и благодаря этому через это проявился его дар да проявился его дар дальше вавилонский талмуд говорит всевышний благословен он дал женщинам более сильную интуицию чем мужчинам и еще такие случаи бывают вы знаете когда часто верующая женщина женится на неверующий мужчина неверующий мужчина верующий женщина это нормально это не нормально ну это не отвратительно но это не нормально будут иметь определенные проблемы вот но все-таки практика показывает что больше зависит от женщины однажды набожный человек женился на набожной женщине не могли произвести на свет детей они решили мы не приносим пользу всевышную благословен и развились мужчина пошел и женился на нечестивой он решил что он сделает ее верующей да она сделала его нечестивца а женщина вышла замуж за нечестивца и сделала его праведником это доказывает что в браке все зависит от женщины это комментарий берешит раба 17 дробь 7 то есть какие же качества еврейской жены качество еврейской жены они перечислены в 31 главе притч помните какие качества она красивая она фотомодель она учить торы да она занимается бизнесом правда какие какие качества такие качества нет давайте почитаем да кто найдет добродетельную жену цена ее выше жемчугов уверенно в ней сердце мужа и и он не останется без прибыдка она воздает ему добром а не злом во всей жизни 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 итак первое что эта женщина которая создает что уверенность сердце мужчины если сердце мужчины если он женился нет уверенности то что это очень плохо правда мужчина он всегда на поле боя и вот часто бывает вы видите даже в американских фильмах мужчина занят бизнесом мужчина полицейский там мужчина кто-то он занят очень делами а жена приходит и начинает приходит он домой и начинает говорить ты со мной не ходишь ты меня не ласкаешь ты со мной не проводишь время да и начинает его пилить правильно это нет а то еще больше отталкивает мужчину правда вот сердце должно быть уверенно уверенно в ней сердце мужа ее еще сердце уверенно что если он принесет что-то в дом да то он не останется без прибытка если он что-то в дом приносит до женатый человек называется несуй и там употреблено именно такой корень нун значит шин шин алев там употреблен корень действительно который называется носа то есть нести нести и когда вот бог прощает все прегрешения помните а вон пеша и так далее там тоже употреблено это слово носа то есть бог на себя берет нести так что женатый мужчина несуй от того что он все в дом носит а если плохая жена то все из этого дома выносится правда поэтому следующее качество что он не останется без прибытка да уверенно не сердце мужа его и он не останется без прибытка вы записывать это да следующая она воздает ему добром а не злом во всей жизни не жизни своей если даже мужчина обращается с ней плохо как она ему дает добром да чтобы у него угли побольше на голову собрались да на коры на фоих своего мужа чтобы у него больше угли на голову да да как одна пришла разводиться с мужем говорит это самое ну что что вы там ну как не можем мы с женой жить ну а вот женщина ты пробовала там с мужем то-то то-то да пробовала это пробовала а горячие угли на голову не пробовала сейчас пойду домой попробую хорошо следующее качество начиная воздает ему добром и не злом во всей жизни своей добывает шерсть и лен и с охотой работает своими руками какая она трудолюбивая да трудолюбивая хорошо она как купеческие корабли издалека добывает хлеб свой отсюда вы увидев что женщина должна быть дородной как купеческий корабль но купеческий корабль чем от боевого корабля отличается да он шире он шире шире чтобы у него было да чтобы у него больше было водоизмещение значит женщина как купеческий корабль издалека добывает хлеб свой она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочное служанском своим хорошо когда уже еще есть служанки это конечно полезно задумает она о поле и приобретает его отсюда вопрос приобретения недвижимости да если мы говорим вот вы представьте себе тору современным языком я все вот так пытаюсь вас расшевелить чтобы не было религиозности да вот она задумает о недвижимости то есть что она делает она вкладывает капитал в надежные вещи как мы по теперешнему говорю вот почему в нашей стране очень дорогая недвижимость правда ну вот например недвижимость да и так далее то есть капитал мужа она приумножает да приумножает хорошо раздает встает ночью раздает пищу в доме своем то есть она является да хозяйка в доме муж где-то вне дома он ищет и приносит он несуй а женщина копит приобретает и так далее да задумает она о поле и приобретает его от плодов рук своих насаждает виноградник кстати вы знаете что в исламе изменилась традиция раньше говорили что праведники будут в раю пользоваться гурьями да но вопрос перевода гурий думали что гури это женщины красивые оказалось что праведники в раю будут есть виноград вот слово гури еще также обозначает виноград и так значит она насаждает виноградник вы знаете что виноградник это такое укладывание в длительный срок да во первых вино символизирует радость во вторых виноградная лоза она живет долго и чем дольше она живет да тем лучше получается виноград правда тем лучше получается виноград да есть такие виноградники от сожалению вырубили виноградники крыму многие так вот тоже по партийным каким-то дурацким сожжение которые были при екатерине второй еще посожены то есть это уникальные были виноградники которые воспроизвести чтобы сейчас опять нужно чтобы 300 лет прошло да припоясывает силы чресла свои и укрепляет мышцы свои значит заниматься должна фитнесом и бодибилдингом написано так укрепляет мышцы свои припоясывает силы чресла свои укрепляет мышцы свои протягивает руки свои прялки и персты берутся заверите но опять-таки говорится о ее трудолюбие глань свою открывает бедному и руку свою подает нуждающемуся то есть она должна быть отзывчиво да отказывать милость милосердие делать добрые дела помогать нищим помогать бедным не боится служить для семьи своей потому что вся семья одета в двойные одежды то должен заботиться да муж обеспечит но жена помогает одеться да вот я например абсолютно не умею себе никакую одежду меня когда-то мама одевала потом жена одевает а вот мой сыну он всех разбирается во всех видах тканей что там какая ткань там что а я абсолютно не разбираюсь слава богу у меня за жидой как за каменной стеной одеваясь как можно посредством но женщина должна быть лучше одета чем мужчина знаете такое правило хорошо она делает себе ковры бессон и пурпур одежда и знаете что на востоке да это очень прибыльное занятие когда у тебя там 15 жен и все сидят за тканским скотком из верблюжьей шерсти то есть в юрте ткут ковры муж ее известен у ворот когда сидит со старейшей земли то есть у ворот помним говорит ворот это что кнесет парламент да то есть муж пользуется уважением уважением городском управлении хорошо она делает покрывалы и продает и пояса доставляет купцам финикийским крепость и красота одежды и весело смотрит она в будущее и так если жена не весело смотрит будущее и своим оптимизмом мужа не заряжает а наоборот заражает да то что происходит это не по писанию да это не по писанию жена должна быть всегда радостно всегда улыбаться ну не с дурацкой улыбкой конечно а с приятной улыбкой встречать своего мужа даже когда возникают какие-то проблемы хорошо и крепость и красота одежда я слышно она должна не в затрапезном виде быть а как 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 это за трапезный вид называется ахель ахель кушать да поэтому за трапезный человек называется охламон охламон да вот она должна выглядеть как как охловумен а должна быть красиво одетой так написано по писанию уста свою открывает с мудростью и кроткое наставление на языке ее то есть она не должна постоянно болтать а как без ее слова да с мудростью и кроткой именно кроткой кроткость я говорю еще это значит слабость да вот кроткое наставление на языке ее она наблюдает за хозяйством доме своем и не ест от хлеба праздности встают дети и ублажает ее муж хвалит ее это уже награда да много было жён добродетельных это не значит у него много было жён он смотрит на других женщин да но говорит что лучше тебя нету но ты превзошла их всех и дальше говорится миловидность амбанчива и красота суедна все проходит да но жена боящаяся господа достойно похвалы и так какое еще важное качество жены боящаяся господа да боящаяся господа дайте ей от плода руки и да прославят ее ворот дела ее еще жена сравнивается с царицей жена сравнивается с царицей жена твоя как цветущий виноградник в стенах твой дом сыны твои как саженцы олив вокруг твоего стола почему дети сравниваются с саженцами олив потому что в отличие от других садовых деревьев олива не принимает прививки нет какого другого дерева и все саженцы которые садают от него его собственные без всякой чужой примеси яблоко можно с грушей там скрестить там сливу с абрикосом да но олива не прививает прививки нет какого другого дерева только да значит вот эти саженцы являются уже результатом самой оливы в новом завете что муж и дети освещаются верующей женой то есть праведницей освещается это что значит освещается это не значит что она ходит и святой водой брызгается да они особые отделенные становятся благодаря святости жены благодаря святости семейных отношений благодаря святости семейного очага да поэтому первое корицы нам 7 дробь 12 14 впрочем же я говорю о негосподь если какой брат имеет жену неверующую и она согласна с ним жить то не должен оставлять ее и жена которая имеет мужа неверующую и он согласна жить с ней но не должна оставлять его ибо неверующий муж освещается женой верующую а жена неверующая освещается мужем верующим иначе дети вы ваши были нечисты а теперь святы то есть еще раз говорю что верующая жена не делает неверующего мужа спасенным да но она освещает делает отделенным как мы не в обычае дочери израиля крикливость бесстыдное поведение и зубоскальство так говорит медра штанхома значит что не в обычае крикливость бесстыдное поведение и зубоскальство к сожалению у многих женщин да это наблюдается да хорошо не в обычае женщины сидеть без дела иерусалимский талмуд кто вот 11 трактат его мод сказано в книге бен сиры хорошая жена добрый подарок тому кто бога боится плохая жена ее мужа проказа красивая жена счастлива муж ее умножится дни его жизни и тоже книга бен сиры старые верующие пятидесятники любит ее цитировать это тоже там не все годится для того чтобы делать на этом мучении это вот можно как сказать как типа перкея вот да по учению то есть это агада это не холоха но там есть очень интересные высказывания любая боль только бы не сердечная любое зло только не злая жена ну а раз она царица значит у царицы на голове что должно быть короны или венцы так делаем пирелю